Это Краснодар сегодня в студии Кристины Сорокина. Здравствуйте. О последних событиях к этому часу вы узнаете в ближайшие 10 минут, а теперь коротко о главном. Закон на стороне дольщиков. Еще один краснодарский долгострой готов к приему новоселов. Работа для профессионалов. Проекты иллюминации на красной задачи не из легких. Условия расскажем в выпуске. На самом деле это очень кропотливая работа. Полезное призвание и необычное хобби жительницы Краснодара. Наши журналисты приготовили ароматный материал. Накануне Краевую столицу потрясло сообщение о расстреле бизнесмена прямо посреди улицы. Прошлой ночью в центре Краснодара произошло убийство. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения. На записи видно, как одинокий мужчина подходит к своему автомобилю черного цвета. В этот момент с заднего пассажирского сидения белой «Лады Гранты» выходит молодой человек и стреляет в свою жертву, после чего автомобиль быстро уезжает. От полученных ранений мужчина скончался на месте. По данным следствия, вечером 29 июня 2020 года тело 57-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти было обнаружено на улице Ливаневского в городе Краснодаре. В настоящее время следователям проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Погибшим оказался 57-летний предприниматель. Он возглавлял фирму по предоставлению интернет-услуг. Сейчас злоумышленников ищут стражи правопорядка. В городе объявлен план-перехват. О трагической истории перейдем к хэппи-энду, который так ждали сотни горожан. Кирпичик за кирпичиком. Вчера мы рассказывали вам о завершении затянувшегося строительства ЖК «Территория счастья». И это не единственный достроенный объект. ЖК «Южный» тоже готов. Владельцы 384 квартир ждали их еще с 2014 года. И дождались. Помог личный контроль губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, по решению которого на завершение строительства этого долгостроя было выделено более 176 миллионов рублей. Вопрос по этому ЖК неоднократно выносили на межведомственную комиссию. В итоге, благодаря совместной работе с администрацией муниципалитета, Следственным комитетом и прокуратурой, а также появлению краевого закона КЗ 3792, удалось распутать целый клубок проблем, которые застройщик оставил в наследство. Активно решают проблемы дольщиков в Краснодарском крае уже 5 лет. За это время более 100 тысяч человек получили долгожданные ключи от квартир. И еще одна приятная новость, но уже для всех жителей Кубанской столицы без исключения. Сегодня в Краснодаре впервые на линию вышли два новых трамвая из закупки 2020 года. Они будут работать на маршрутах номер 3 и номер 7. Всего в Западное депо уже поставили 5 из 35 современных односекционных вагонов из Усть-Катава. Остальные машины краевая столица закупит до конца этого года. Осмотрел трамваи и ознакомился с их характеристиками глава города Евгений Первышев. Он отметил, что обновление городского общественного транспорта проходит при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Уже два года мы идем по пути обновлением. Огромные слова благодарности, конечно, и губернатору, потому что он поддержал город Краснодар и нас в этом направлении. Общаясь и с водителями, и с кондукторами, и сами заметили о том, что некоторые элементы в самой конструкции необходимо заменить. Начиная от поручни, некоторым репрендингом самого вагона. Сейчас проехал, прохладно, хорошо. Самое главное, чтобы смотрели и следили, чтобы кондиционеры работали. На обновление электротранспорта из краевого бюджета Краснодару выделили в общей сложности 3 миллиарда рублей. Закупать новые трамваи начали в 2019 году, а за три года Усть-Катавский завод поставит Краснодару 65 трамваев. Да будет свет! Конкурс на лучшую концепцию освещения главной улицы возобновили. Такое решение принял художественный совет. Участники конкурса должны разработать проект иллюминации и опор освещения над проезжей частью улицы Красной и перпендикулярных ей улиц в границах Рашпилевской, Советской, Красноармейской, Длинной. Освещение призвано будет подчеркнуть историческую застройку, не перетягивая при этом внимания на себя. Конструкция должна быть уникальной и гармонировать с окружающей застройкой. А еще оставаться украшением Центра Краснодара в любое время года и суток. Но главное, оно должно быть реальным для воплощения и недорогим в эксплуатации. Задача, честно говоря, непростая, но попробовать свои силы в создании архитектуры может каждый из вас. Идеи своих работ необходимо направить на почту до 31 августа. Более двух миллионов жителей Кубани уже сделали свой выбор. Они проголосовали по поправкам в Конституцию. На сегодняшний день явка достигла 50%. На избирательные участки приходят как пенсионеры, так и молодежь. Голосуют целыми семьями. Подготовка участков, подготовка комиссии, антитеррористическая защищенность. Весь этот процесс шел очень активно. Обсуждение поправок. Ну и в данный момент люди достаточно живо голосуют. Наверное, можно сказать, что регион очень уж прям с душой воспринял возможность поучаствовать в этом историческом событии. Приятно, что кубанцы не только активные граждане, но и неравнодушные. Галочку в бюллетене поставила и Вера Пономаренко, народная артистка России, директор Краснодарской филармонии. Уже по-иному, по-другому относиться друг к другу, любить, любить семью, рожать детишек. Это великое-великое дело. Представляете, там ни одной нет плохой поправки. Вы представляете, там еще и финансы есть, потому что бюджет увеличился во много раз за все эти годы. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 часов вечера. После окончания голосования члены комиссии под надзором наблюдатели вскрывают урны. Отдельно обрабатывают и бюллетени после голосования на дому. Помимо этого, на каждом участке соблюдены все меры безопасности. На входе избирателям измеряют температуру, дезинфицируют руки, выдают маску, перчатки. Все работники также находятся в средствах индивидуальной защиты. Голосование в Краснодарском крае, как и по всей России, завершится вечером 1 июля. Подводить итоги, центр избирком будет 5 дней. И еще о выборе, и не менее глобальном выборе профессии. Сегодня в Краснодаре многие отрасли развиваются очень стремительно. Причем не только прогрессивные, но и креативные. Любопытно, например, что в кубанской столице востребованы барберы. Зарабатывает такой специалист в нашем городе в среднем от 35 тысяч рублей. В более традиционных сферах тоже можно найти себя. Главное знать, где искать. По итогам первого летнего месяца, самыми востребованными в Краснодаре оказались специалисты в области продажи, также востребованы строители, специалисты в области недвижимости, специалисты в сфере информационных технологий, а также рабочие и представители сферы транспорта и логистики. Что касается средних предлагаемых зарплат, то самые высокие предлагают на сегодня строителям. Это 55 тысяч рублей в месяц. На втором месте специалисты в области информационных технологий. Их заработок составляет около 50 тысяч рублей. Следом специалисты в области продаж с 40 тысячами рублей. Ну а рабочие и представители транспорта и логистики получают по 35 тысяч рублей. При этом профессия учителя тоже сохраняет свою актуальность. Кстати, не забывайте, какое бы вы направление не выбрали, Главное не заработная плата, а желание просыпаться с утра, творить, строить и просто наслаждаться временем, проведенным на работе. Поэтому мой вам совет – выбирайте профессию по душе. Лично я так и сделала. А еще лучше, если ваше призвание станет не только интересным, но и полезным себе и людям. Увлечение героини нашего сюжета не стало профессией, она превратила его в необычное хобби. Екатерина Исхакова вместе с маленькой дочкой и 11-летней сестрой Агатой любят собирать лечебные травы. А таких, как оказалось, в нашем городе достаточно. Ромашка, одуванчик, шалфей, тысячи стебельков и цветочков. Но мало найти среди этого многообразие – полезное. Нужно еще и правильно их собрать. Самое главное – правильно собрать и высушить все вот эти травки. Потому что при дожде, при росе рано утром собирать не рекомендуется. Потому что оставшаяся пыль, осадок, токсические какие-то вещества – они впитываются в растения. Когда собирать лечебные травы? Для чего они предназначены? На эти и другие вопросы моя коллега Милана Урусова ответит в вечернем выпуске новостей. Не пропустите, будет интересно. Я тоже с удовольствием присоединюсь к просмотру. А к этому часу все. Смотрите наши прямые эфиры и следите за жизнью города на сайте tvcrasnodar.ru. Не забудьте подписаться на наши информационные аккаунты в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и увидимся вечером на Главном городском. Редактор субтитров А.Семкин